В Крыму соревновались мастера национальной борьбы «Куреш». В открытом республиканском турнире, проходившем под патронатом главы республики Сергея Аксенова, тынили участие порядка двухсот спортсменов. Они боролись в нескольких весовых категориях и трех возрастных группах. В секретах борьбы на поясах разбирался Валерия Надирян. То, что за победу здесь придется во всех смыслах бороться, доказывает каждый участник. «Куреш» не тот вид спорта, где есть однозначный фаворит. Силу динамики каждый может выиграть у каждого. Юсуф Юсупов из Старого Крыма – борец со стажем. «Куреш» он пришел пять лет назад, до этого занимался греко-римской борьбой. С одной стороны, на поясах бороться проще, но с другой – многое зависит от стартового захвата. Сделаешь его правильно – шансы на победу резко возрастают. Не сможешь – велика вероятность поражения. В Крыму это правило усвоили хорошо. «Крым достаточно хорошо выступает. Ребята ездили в Казань на чемпионат России. Призерами стали третьи места, вторые. Довольно-таки хорошо развивается. Финансировать начали борьбу». Увереннее всех куреши чувствуют себя дзюдоисты и самбисты. Многократный чемпион Крыма и призер чемпионата мира Алексей Авдеев отлично зарекомендовал себя в обоих видах. Теперь решил проявить навыки в борьбе на поясах. Воспринимает это как новый опыт. Уверен, что успешный. «Интересно побороться, потому что в нем борются борцы разных стилей, как дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и вольной. Удобно тем, что с классиками удобно бороться, потому что они не работают ногами. Есть свои плюсы, и у нас есть захват. За пояс. То есть дзюдо и самбо есть этот захват. Поэтому здесь бороться уже проще». Внимательно наблюдали за соревнованиями и крымские чиновники. В частности, первая вице-премьера Михаила Шеремета привлекла непредсказуемость куреша. Тут простое правило. Кто хитрее, тот и лучше. «Здесь везде тактика нужна. Здесь надо силу вместе с тактикой использовать. Потому что здесь без мозгов не обойтись. Это все взаимосвязано. Это не просто силовой вид спорта кинул. Нет. Здесь надо все просчитать, продумать. Это своего рода спортивная математика». Но соревновательная значимость республиканского турнира все же отошла на второй план. Куда важнее, что в Международный день прав человека многонациональном Крыму с помощью спорта в очередной раз доказали единство и согласие. «Ребята собрались все посражаться за приз именно на ковре. Не где-то, а на ковре. Поэтому всех с праздником. И особенно борцов, которые объединяют сейчас мир в нашем Крыму». В профильной федерации надеются, что этот турнир станет показательным. Он собрал исключительно положительные отзывы. Поэтому теперь цель номер один – расширить географию и сделать такие соревнования регулярными. Валерия Назиряна, Игорь Романенко, Время новостей.